В преддверии двух праздников, Дня работников культуры и Дня театра, профильный министр Владимир Шарапов провел пресс-конференцию. Разговор планировался о высоком, но журналисты все пытались его приземлить. Спрашивали о зарплатах культработников и прочей околофинансовой прозе. Встреча в очень узком кругу. В небольшом пресс-центре свободных мест через одно. Владимир Шарапов обошелся без статистики. Сразу стал приглашать на профессиональные праздники театралов и работников культуры в целом. О делах насущных спрашивали уже журналисты. Министр в который раз заверил, в меру возможностей развиваемся. Музей на архивный комплекс изданий Русского драмтеатра в Саранске, а также Ордатовский центр культурного развития откроются уже в этом году. С нашей стороны последовал логичный вопрос о других учреждениях культуры. Например, о Рузаевском филиале Краеведческого музея республики. По сути, единственный музей города второй год без здания. Переехать из аварийной старой церкви стоит миллионов 30, но у железнодорожной столицы есть и другие проблемы. Сейчас порабатываем вопрос о том, что нужно все-таки нам внедряться и более активно заниматься реконструкцией клуба Ухтомского и возможно объединение какой-то части. То есть часть экспозиции возможно разместят в клубе Ухтомского, часть еще где-то. Такое себе учреждение культуры на нескольких площадках. Там, где в бытовом плане все хорошо, проблемы иного толка. Образцово-показательный фолк-музей в старой Теризморге никак не может начать работу на постоянной основе. Приехав туда просто так, спонтанно, турист, скорее всего, увидит замки на дверях. А все потому, что предупреждать надо. Наша недоработка, я считаю, да, то, что это все происходит по звонку. Что это не работает на плановой, как говорил глава, системной основе. Что когда не надо никому звонить, а просто сел и поехал. И там работает все. И в этом вот, ну да, есть. Здесь только можно попросить у наших жителей прощения и сказать, что будем исправляться. Проблемы эти во многом организационные, но и те, кто должен помогать их решать, тоже в непростой ситуации. Хваленый туристско-информационный центр столкнулся с текучкой кадров. Молодые, перспективные, приходят они, да, с горящими глазами. Мало того, что ты в них вкладываешь, ты в них вкладываешь, ты их обучаешь. Их профессионализм растет, дальше они уже хотят чего-то большего. А большего мы, к сожалению, на сегодняшнем этапе дать не можем. Имеется в виду в том числе и уровень зарплат. Платят в отрасли так же, как и в прошлом году. Разве что инфляцию учли. Возможно, именно поэтому министр и сравнил свою зону ответственности с иконой, которую из горящего дома надо спасать первой. Я считаю, что культура – это тоже икона, которую нужно в первую очередь спасать. Если у нас что-то с вами, какой-то кризис происходит или еще что-то. За спасителей, так скажем, да, этой иконы, за тех работников культуры, у меня, мое сердце радуется. И я в преддверии этого праздника просто желаю им здоровья, счастья, любви и всяческих благ. Павел Степаненко, Александр Данилов. Наши новости.